Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Разумеется, снова возвращаемся на финансовые рынки и смотрим за тем, что же интересного произошло за последнюю торговую сессию. Стоит отметить, что сейчас мы все ближе подбираемся к самому важному событию последних многих месяцев, может быть даже лет. Это итоговое заседание Федеральной зеленой системы и возможности коррекции ключевых параметров текущей монетарной политики. Речь, конечно же, идет о потенциальном росте процентных ставок в США. На это событие сейчас делается самая большая ставка, и, собственно, именно этот фон, наверное, продолжает оставаться ключевым катализатором и триггером движения финансовых активов, которые мы сейчас наблюдаем. Что касается ФРС, события это завтра. Разумеется, мы обсуждаем его довольно-таки давно, оцениваем шансы, вероятность решительности со стороны, опять же, американского мегарегулятора. Еще подробнее поговорим об этом, разумеется, прямо в преддверии заседания ФРС, то есть буквально на завтрашнем брифинге. Ну а сейчас снова актуализируем прежние идеи, характерные для динамики ключевых активов, которые, собственно, мы используем в каждодневной спекулятивной деятельности. Прежде чем перейти к ним, разумеется, снова хочу анонсировать очередное кодовое слово, которое будет обозначено в ходе брифинга. Это то кодовое слово, которое позволит вам получить дополнительный бонус на пополнение, плюс к тем акциям, которые действуют в рамках Аммаркетс. Чтобы воспользоваться им, все так же, как и всегда, сценарий не меняется, связывайтесь со своим персональным менеджером и меняйте, собственно, это слово на бонус на пополнение. Действует он до следующего брифинга, то есть до завтрашнего утра. Напоминаю, что сейчас, учитывая турбулентность и повышенную волатильность финансовых активов, наверное, лучше бы использовать все потенциальные возможности, которые направлены на расширение покупательской емкости депозитов. Разумеется, бонус, он, собственно, и предназначен для этого. Ну а теперь давайте перейдем к нашим традиционным, вступительным, привычным активам, которыми мы начинаем каждый брифинг. Это оценка текущей ситуации по рынку энергоресурсов и, разумеется, российскому валютному рынку перспективам рубля. Актуальные котировки по Brent на текущий момент 47.81. Можно уже говорить то, что вчерашняя торговая сессия позволила Brent отбить несколько долларов, точнее, несколько центов у тех медведей, которые делали активную ставку на продажу. Мы все равно прекрасно понимаем то, что локальное восстановление по позициям черного золота никак не меняет общий тренд, который уже на протяжении многих месяцев предполагает возможности еще большего ослабления. И, собственно, мы видим, как эти ожидания реализуются в такой серьезный понижательный тренд и коррекционно нисходящее движение. Из интересных событий вчерашней торговой сессии можно отметить публикацию данных по запасам нефти США. Правда, это пока частная оценка от агентства API. А в целом, разумеется, трейдеры фокусировались на этом отчете, потому что прекрасно понимают, что это как раз тот самый экономический релиз, который локально сказывается на поведении черного золота. Отчет был опубликован поздним вечером. По факту мы увидели сокращение запасов минуса 3,1 миллиона баррелей, что в целом несколько расходилось с нашими ожиданиями, которые мы аргументировали сезонным фактором потенциального снижения выработки, соответственно, даже производства нефтепродуктов. И это должно было привести к росту запасов нефти США. Но пока мы не увидели еще официальную статистику, она будет опубликована сегодня. Разумеется, это уже данные от Министерства энергетики США. Я думаю, что, быть может, запасы смогут вырасти. Ну и в целом, сезонный фактор предполагает не статистику локальную в рамках одной недели. Это конкретный период, по сути, в несколько месяцев. Я думаю, что мы сейчас планомерно как раз входим в тот новостной фон, исходя, скажем, из оценки, опять же, запасов, который позволит нам добавить в общую копилку аргументов, вследствие которых мы делаем ставку на коррекцию черного золота, еще одну возможность, опять же, со стороны статистики по запасам нефти США. Может быть, также положительное влияние на позиции черного золота. Вчера оказали комментарии со стороны американских статистов, которые предполагают и ожидают, что объемы производства нефти США снизятся по итогам этого месяца примерно на 80 тысяч баррелей. Но это пока только ожидания. Мы привыкли руководствоваться, разумеется, фактами. Давайте все-таки дождемся уже реальных объемов производства. Это будет через несколько недель. Вернемся к статистике и посмотрим на фактические цифры по объемам выработки. До тех пор, пока у нас нет четкого подтверждения, что действительно объемы производства сокращаются, мы все равно будем делать четкую и, наверное, ключевую ставку на то, что рынок энергоресурсов – это рынок избыточного предложения. А на фоне снижения темпов роста мировой экономики на это предложение, разумеется, не находится соответствующего спроса. Тем более, что мы постоянно констатируем слабости ключевых регионов. И статистика подтверждает тот факт, что сейчас мировая экономика, наверное, входит в очень затяжной период серьезного, основополагающего ослабления. И Китай ясно дал всем понять, что проблемы накапливались уже довольно-таки давно, а сейчас эти проблемы, в принципе, попросту реализуются на рынке. Поэтому локально строить мы прогнозы сейчас также не будем по нефти, поскольку это гадание на кофейной гуще. Определить текущий локальный внутридневной тренд практически невозможно. Но позиционно, я еще раз повторяю, что мы ждем полномерного снижения позиций черного золота к более оправданным уровням, которые находятся сейчас в районе примерно 45 долларов за обарень. Я думаю, что мы не откажемся от этой идеи вплоть до заседания следующего ОПЕК, которое, если не изменится, конечно же, сценарий повестки обсуждения, может быть, не изменится давление на ОПЕК со стороны прочих производителей, но, скорее всего, пройдет только в декабре. Значит, до декабря нет возможности надеяться на снижение и пересмотр квоты. Поэтому эту тему можно понемногу закрывать, связанную с тем, что в целом, скажем, актуальный новостной фон, он по-прежнему не изменен. И, соответственно, если появятся какие-то новостные дополнительные сообщения, которые будут касаться перспектив бренда и WTI, разумеется, мы к ним повернемся. А пока следуем вместе за рынком в позиционном плане и, разумеется, делаем прежнюю ставку на еще большее ослабление позиций энергоресурсов. Идем дальше. Российская валюта. Разумеется, если бренд демонстрирует локальный откат в восстановлении в рамках торговой сессии, это тут же дисконтируется в повышенном спросе на рубль, что приводит к укреплению позиций и рубля. Вчерашняя торговая сессия также подтвердила тот факт, что такая корреляция сохраняется, она работает, действует. И я думаю, что в целом мы, наверное, и продолжим иметь дело, торгуя российской валютой и нефтью, с такой взаимосвязью стоимость этих активов. Сейчас на рынке нет более серьезного фона для российской валюты. Мы прекрасно понимаем то, что и российские монетарные власти, прежде всего, ориентируются на стоимости самого важного для российской экономики энергоресурса. Это бренда. И если, соответственно, бренд теряет свои позиции, российские власти предпринимают все необходимые меры для того, чтобы полномерно ослаблять, девальвировать курсы национальной валюты и поддерживать тем самым достаточность российского бюджета. Эта логика действует, она будет характерна еще, наверное, долгое время. Ну, может быть, до тех пор, пока в целом российские монетарные власти не найдут возможности диверсифицировать структуру, источники роста российской экономики. Но произойдет это, наверное, не раньше 2040 года, то есть совсем размытая перспектива. А значит, мы полномерно будем следить за нефтью и, разумеется, исходя из позиций бренда, делать ставку и прогнозы по рублю. Если я уже отметил то, что бренд рискует еще сильнее просесть, кстати, в качестве еще одного дополнительного аргумента можно использовать и текущее состояние китайского фондового рынка. А, кстати, если посмотреть на актуальные котировки шанхайского композитного индекса, то мы видим, что уже третью сессию подряд индекс проседает. Напомню, что в понедельник примерно минус 2,5%, вчера еще хуже, минус 3%, и сейчас снижение в районе 0,5%. То есть негативный тренд сохраняется. Он, конечно же, еще не создает, не провоцирует те опасения, которые имели место быть на китайском фондовом рынке 3 недели назад. Но все равно боязно, конечно же, если эта тенденция будет развиваться дальше в таком же ключе, кто знает, до какого уровня может снова просесть китайский рынок и каким последствиям эти медвежьи тенденции могут привести в целом касательно всей мировой экономики. Ну, явно, что никаких положительных следствий ожидать будет не нужно. Поэтому по рублю по-прежнему ждем еще одного витка девальвации и возможности движения пары USD-RAMP в район 70 против, соответственно, доллара. Далее, евро против американского конкурента. Актуальные котировки 1,1284. Можно говорить то, что консолидация пары евро-доллар была смещена на, по сути, фигуру выше прежних уровней. Раньше эта проторговка проходила в районе 1,12, сейчас в районе 1,13. Мы видим то, что трейдеры действительно начинают готовиться к завтрашнему заседанию. Стараются сейчас не демонстрировать какой-либо повышенной активности, потому что велика вероятность ошибки. Разумеется, если сейчас занять неверную сторону, при определенном развитии ситуации в ходе публикации завтрашней процентной ставки, тренд может быть серьезным. Движение, наверное, составит как минимум несколько фигур. Поэтому сейчас выжидательная позиция. Это привычная тактика трейдеров перед самыми важными макроэкономическими событиями. Стараются взвесить как можно больше фундаментальной составляющей, оценить экономическую ситуацию и, скажем, проследить за актуальным новостным фоном, с которым вообще все трейдерское мировое экономическое сообщество подходит к, собственно, этому важному экономическому релизу. Что касается валютного блока, еврозоны и, соответственно, перспективы евро, то я думаю, что дополнительный сейчас взгляд на текущую актуальную экономическую конвентуру может позволить сделать нам абсолютно оправданный и объективный вывод о том, что еврозоны переживают сейчас не самые лучшие времена. Вчера были опубликованы отчеты по оценке экономических условий и бизнес-оптимизму АЗЮ, как по Германии, так и по еврозоне в целом. Отчеты очень плохие. Они не дотянули ни до прогнозов, но еще гораздо хуже оказались в прошлой оценке. Практически вдвое. В частности, по Германии минимальный уровень 2014 года, что касается еврозоны в целом, то 31,3 против прошлой оценки 47,6. В общем, сплошной негатив. Мы давно делали ставку на то, что именно АЗЮ является, наверное, ключевым барометром по бизнес-оптимизму, потому что этот отчет более серьезный и объективный, чем ИФА. Поэтому и сейчас этот негатив мы трактуем как серьезный повод задуматься о актуальном самочувствии экономики валютного блока и, соответственно, полномерно снова вернуться к вопросам обсуждения дополнительных экономических стимулов для еврозоны в целом. Стоит также отметить, что сейчас, если опять же вернуться к оценке бизнес-ожиданий, получается, что европейские промышленники больше негативят, скажем, от того падения китайского фондового рынка, которое мы наблюдали, и актуальных показателей по темпам экономического роста мировой экономики. На фоне этой слабости, разумеется, падают и настроения. И это можно, в принципе, проецировать на то, что так планомерно, при неизменности тенденции, мы будем наблюдать дальнейшее затухание мировой экономики, что в целом приведет к снижению показателей экспорта, а снижение и падение экспорта – это серьезная предпосылка для еще более скромных показателей по экономическому расширению. Если этот сценарий будет реализован, значит, на рынке появится еще один аргумент для трейдеров надеяться на поддержку со стороны монетарных властей. Сегодня из актуального новостного фона стоит отметить публикацию данных по инфляции в 12.00 по московскому времени. Напомню, что этот отчет, наверное, для еврозоны является сейчас ключевым, потому что, напомню, в марте 2015 года именно низкая инфляция и, по сути, состоявшиеся, реализовавшиеся риски дефляции стали причиной, вследствие которых ЕЦБ был вынужден пойти на беспрецедентные меры экономического стимулирования. Фактический показатель месячного эквивалента – минус 0,6%. Сегодня смотрим за статистикой, как годовой, так и месячный также будут опубликованы. И, разумеется, если уровень инфляционного давления снова будет тяготеть к дефляционной зоне, снова мы увидим, может быть, даже усугубление еще пребывания показателя в отрицательной зоне, значит, это будет серьезным сигналом готовиться к более даже ранним действиям и уже ближайшим предстоящим решительным мерам со стороны ЕЦБ, касательно более агрессивного выкупа активов, ну или, по крайней мере, анонса продления действий этой программы. Хотя то, что эта программа продлится за сентябрь 2016 года, я в этом практически не сомневаюсь. Но нужно или хотелось бы, конечно же, сейчас услышать о том, что ЕЦБ увеличивает программу миллиардов на 10-15. И тогда этот, конечно же, фон точно позволит нам реализовать коррекционную идею по европейской валюте. Тем более, что эта идея, еще раз напоминаю, она абсолютно оправданная, и она полностью соотносится с актуальным новостным фоном. Вчерашний изюм, спасибо им, конечно же, еще один негатив, значит, еще одна возможность делать ставку на приближающиеся как раз сроки решительности ЕЦБ. Поэтому актуализирую цели, пока ждем возвращения пары евро-доллар в район 1.10, но совсем долгосрочная цель, еще раз напоминаю, это движение в район 1.05. Далее, доллар и японская иена. Вчерашнюю торговую сессию можно было разделить на два периода. Это азиатская и большая часть европейской сессии, когда американская валюта теряла, сдавала пункты иене. А вот японский актив неплохо рос. Катализатором для укрепления японской иены, помимо падения, разумеется, китайского композитного индекса, еще раз напомню, что минус 3% по итогам вчерашней торговой сессии, стал еще соответствующий фонд со стороны Банка Японии, потому что вчера состоялась пресс-конференция, где обсуждали, конечно же, актуальное состояние экономики и возможность дополнительных экономических стимулов. Судя по комментариям, пока большинство голосующих членов воздержалось от расширения программы, решив подождать еще какое-то время. На самом деле не знаю, чего они ждут, потому что уже на протяжении многих месяцев мы констатируем снижение индекса потребительских цен, и эта проблема, характерная для Японии, уже несколько десятков лет. Действующая программа количества смущения 80 триллионов иен в год, ее явно недостаточно. Практически такая же проблема, как и в еврозоне. И мы постоянно ожидаем доп. экономических стимулов, более решительного выкупа активов, но постоянно сроки переносятся. Вчера на пресс-конференцию делали большую ставку, потому что ожидали, что хотя бы вербальные заявления касательно увеличения емкости покупаемых облигаций последуют. Но этого не произошло. Поэтому иена, которая стратегически могла потерять, если этот фонд стал бы реальным, разумеется, использовал уже актуальный новостной фонд для того, чтобы усилить и освоить ценовые позиции. Но в целом я хочу сказать, что программу количества смущения не расширили, но и не сняли этот вопрос с повестки обсуждений. Поэтому при пересмотре темпов экономического роста, разумеется, на негативную сторону, в случае публикации слабых макроэкономических данных, в случае дальнейшего замедления мировой экономики в целом, может быть, даже еще больших проблем для экономики Китая, что непременно будет транслироваться и на японскую экономику, Банк Японии непременно снова вернется к обсуждению этого вопроса и, скорее всего, наверное, анонсирует то, что мы хотим от них услышать. Это подтверждается вчера и формулировками председателя Банка Японии Курады, который отметил, что в случае рисков дефляции, разумеется, Банк Японии не откажется в поддержке национальной экономики и будет вынужден увеличить QE, которое действует сейчас в рамках Японии с 80 триллионов иен, может быть, даже до 100-110. То есть это существенный прирост. И в целом это позволяет нам делать еще большую ставку на стратегическое ослабление иены, тем более, что наши инвестиционные идеи, они, прежде всего, направлены на долгосрок. И вторая половина вчерашней торговой сессии, она стала уже восстановительной для доллара. Все-таки, опять же, не стоит забывать про приближающиеся события, завтрашняя эта оставка. И трейдеры периодически, конечно же, паникуют, вдаваясь, может быть, в какую-то агрессивную, спиклютивную торговлю сейчас. Вчера мы видели, как доллар снова поползся вверх, и, собственно, закрыл в плюсе день и оказался выше сопротивления 120 иен. Сейчас актуальные котировки 120.17. Я думаю, что восходящее движение будет продолжено, но если, конечно же, Китай не преподнесет негативный сюрприз, связанный с еще большим падением китайской фондовой секции. Если описывать, опять же, перспективы доллара и вчерашнюю активизацию покупателей, можно связать это с отчетным порочным продажам. Прирост на целых 0,2%. Конечно же, хуже, чем ожидалось, но все равно это прирост. Это очевидный позитив, а значит, руководствуясь экономической теорией, разумеется, роничные продажи – это, скажем, 70% всей экономической активности и большая часть вклада в показатели ВВП. Значит, роничные продажи будут создавать достаточно условий для более хороших показателей по темпам экономического расширения ведущей экономики мира на перспективу. Ну и текущие, скажем, данные по ВВП, напомню, прошлая оценка 3,7% прироста, уже более чем отличный, самый лучший показатель среди всех развитых рынков. Поэтому последние месяцы, последние макроэкономические данные создали достаточные оснований полагать, что американская экономика готова к тому, чтобы увидеть первое за 10 лет повышение процентной ставки. Вероятность рыночная около 30%, я считаю, что объективно она повыше. И все трейдерское сообщество сейчас разделилось в буквальном смысле на два лагеря. Это те, кто полагает, что ставка будет поднята сейчас, и те, кто полагает, что ставка будет поднята в декабре. То есть уже практически никто не сомневается, что ужесточение монетарной политики произойдет, и произойдет уже до конца этого года. Вопрос только в сроках. Я делаю ставку на то, что это решение может последовать уже завтра. Поэтому жду соответствующего роста и американской валюты, и такого же прессинга на основных конкурентов. То есть это практически на все рисковые инструменты. Сегодня стоит отметить из статистики по США данные по инфляции. Они будут опубликованы в 15.30 по московскому времени. Очень важный отчет, потому что, по сути, низкая инфляция это последняя из проблем, которую никак не удается решить монетарным властям США. Рынок труда, рынок недвижимости, там все четко. Низкая инфляция. Да, 0,2% это актуальный показатель, но за последние месяцы, даже на фоне снижения цен на энергоресурсы, мы видим, как этот показатель постепенно растет. Поэтому я бы больше стал делать, скажем, акцент на то, что позитив прослеживается и в данном направлении рынка. А значит, это еще больше подтверждает как раз мой субъективный взгляд касательно того, что экономика, точнее даже федеральная зеленая система, действительно может пойти на нормализацию денежного кредитного курса уже по итогам завтрашней торговой сессии. Еще раз напоминаю, наша долгосрочная цель по паре USD и Йена это движение в район 125. Если доллар получит завтра поддержку, велика вероятность, опять же, весьма динамичной волатильной торговой сессии и, быть может, доллар сможет, скажем, забраться выше японского конкурента даже на несколько сотен пунктов. И еще ближе став к нашей цели на уровне 125. Еще хотел коснуться позиции британской валюты, потому что вчера именно этот актив был настоящим героем фундаментального характера. Вчера вышли данные по инфляции. Я думаю, что те, кто делал ставку на усиление позиции фунта в связи с этим отчетом, конечно же, немного обожглись, потому что по факту коррекция после отчета была значительной и за одну торговую сессию фунт против американцев потерял около 80 пунктов. Фактически показатель по уровню инфляционного давления годовой находится сейчас на нулевой отметке. То есть никакого прогресса мы не видим. Прошлый отчет – это 0,1%. Показатель полномерно снижается и уже в одном шаге от депрессионных рисков. В связи с этим делать ставку на то, что британский мегарегулятор имеет основания для повышения, соответственно, для ужесточения монетарного курса, сейчас не нужно, потому что риски инфляции и вообще инфляционный показатель для Банка Англии является определяющим принятие решения касательно повышения процентных ставок. Раньше мы делали ставку на то, что это может произойти в конце 2016 года либо даже в начале 2017 года. Но судя по тому, что инфляция продолжает снижаться, я думаю, что эти сроки также полномерно уходят на более поздний период. Плюс ко всему, помимо слабости с уровнем инфляционного давления, что будет сказываться на потребительской активности, у нас есть еще и объективные, очевидные проблемы касательно промышленного сектора, сферы услуга и еще состояние платежного баланса. Об этом мы делаем вывод, исходя из последних данных по экспорту, которые просил на 9,3%. Это худший показатель за последние 9 лет. Поэтому, резюмируя по фунту, мы ждем продолжения, возобновления полноценного коррекционного движения, снижения в район 1,52% и уже с этой отметки можно будет вступить в игру и нам и попробовать прокатиться на расчете еще большего ослабления. Потому что следующей целью может оказаться значение 1,50%. Если мы достигнем и этого рубежа, у нас будет еще одна профитная и реализованная идея, которая непременно, разумеется, только увеличит ваши депозиты. Что касается еще отчетов, точнее, снова повторим, важные махроэкономические релизы этого дня. Это 12 часов по Москве индекс потребительских цен в еврозоне, в 15.30 это индекс потребительских цен в США. Очень важный отчет, поскольку завтра у нас ставка. И если сегодня мы увидим по факту увеличение индекса потребительских цен, значит, у ФРС будет еще один серьезный аргумент, чтобы действительно пойти на ужесточение монетарной политики. Но еще хотел отметить, в 11.30 по московскому времени, буквально через несколько часов, будут опубликованы данные по состоянию британского рынка труда. Думаю, что тенденция слабости экономической, наверное, не изменится для Британии и сейчас, поэтому и эти отчеты лучше, наверное, сразу закладывать, как еще один фундаментальный повод для снижения позиций британской валюты. Что касается кодового слова на сегодня, это драйвер, величина бонуса 6%. Если есть вопросы, конечно же, оставляйте их на нашем официальном канале на YouTube, и, разумеется, в ходе следующего брифинга мы на них ответим. Всего доброго, до свидания.